Всем привет! Меня зовут Сергей Гуся. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я продолжу говорить о рисунке портрета и покажу, как нарисовать портрет цветными карандашами. Итак, давайте начинать. Для этого рисунка я использую цветные карандаши фирмы Faber-Castle, которые называются Polychromos. Они имеют достаточно много цветов, есть разные наборы, также они продаются поштучно. В общем-то, они достаточно хорошо подходят для рисования, являются профессиональными карандашами. В общем-то, качество у них достаточно высокое. И сегодня я вам дам несколько советов по рисованию портрета в целом и по рисованию именно этими карандашами. Я буду рисовать женский портрет, начинаю я с деталей. Рисовать можно по-разному, и если вы смотрите мой канал, то вы увидели, что я иногда начинаю с рисунка, с построения. Иногда я пишу сразу маслом на холсте. Это, в общем-то, относится и к рисованию. То есть, мы можем начать с какого-то наброска и сделать построение. А также мы можем начать рисовать просто от куска, от детали. В общем-то, это разные варианты. Кто-то предпочитает один, кто-то другой. Я буду показывать на своем канале абсолютно разные техники, разными материалами. В данном случае, начиная от куска рисую глаз. В общем-то, сразу скажу, что рисовать данными карандашами несколько затруднительно. И в основном начинающие, наверное, сталкиваются с такой проблемой, что карандаши не смешиваются. Как раз мне вот недавно на канале спросили такой вопрос, задали. Как рисовать с этими карандашами, которые не смешиваются. Потому что все мы знаем, что есть мягкий материал, такие как пастель. Есть пастельные карандаши. Кстати, вы можете найти на моем канале несколько уроков, где я показываю, как рисовать пастельными карандашами. Есть такие материалы, как сепия, соус, ангина, уголь, карандаш. Все они мягкие, и они достаточно хорошо растушевываются. Если мы говорим про цветные материалы, как пастель, например. В общем-то, и соус. Есть разных цветов. То они достаточно хорошо растушевываются и смешиваются один с другим. Что же касается карандашей Polychromos, то они не смешиваются. То есть, химически не смешиваются. Мы не можем взять и один цвет вплавить в другой. То есть, теоретически, возможно, взять растушевку и очень сильно нажимая на растушевку, растушевать карандаш. Это почти невозможно сделать. Только слегка можно их растушевать. Но они для этого и не предназначены. И производитель так и говорит, что их нельзя растушевывать. То есть, можно очень минимально, но никакого эффекта, по большому счету, это не дает. То есть, мы никогда не добьемся такого эффекта растушевки, если бы мы рисовали, например, пастелью. Это просто другой материал, несколько по-другому к нему надо относиться. И, в общем-то, можно сказать, что и надо учиться рисовать этими карандашами. Если вы рисовали, например, пастелью, и у вас так хорошо получается, то, к сожалению, не факт, что у вас хорошо получится с первого раза рисовать этими карандашами. Хотя, если вы потренируетесь, то, конечно же, результаты придут обязательно. Ну вот, вы видите, что я уже рисую второй глаз, намечаю нос, работаю по всей поверхности. И вот сейчас надо поговорить немножко больше о том, как наслаивать карандаш, как все-таки смешивать эти карандаши. Дело в том, что они смешиваются оптически, да, то есть, когда мы накладываем один слой одного цвета, потом поверх другой, третий и так далее, то с расстояния они будут выглядеть так, как будто у нас есть какой-то определенный тон. Один. Вот вы видите, что я работаю, например, таким холодным голубоватым карандашом, потом я прокладываю телесным карандашом оттенки, красные оттенки, где добавляю немного охры. И в итоге у нас получается такой сложный цвет, который с расстояния смотрится как цвет тела в данном случае. Хотя на самом деле, естественно, это не один цвет. Это очень много оттенков, которые смешиваются именно оптически. То есть, когда мы на них смотрим, мы видим, как будто бы один такой сплошной тон. Но если мы будем рассматривать вблизи, то мы увидим, что там есть немножко голубоватых, немножко охристых, немножко таких телесных, розоватых. И, в общем, они дают нам один такой сложный цвет. Если вы уже писали маслом иногда, хотя бы один раз, то вы представляете, как смешиваются масляные краски. Мы просто берем и смешиваем без всяких проблем один цвет с другим. Здесь же ничего подобного сделать нельзя. И, возможно, если вы будете искать какую-то информацию в интернете, можете найти такие советы, что можно эти карандаши растушевать или размыть с помощью пенена, например, или даже масла. Дело в том, что эти карандаши на масляной основе. И, в общем-то, можно взять кисть, и как-то не странно звучит, использовав немного пенена, действительно можно растворить пигмент и смешать его как бы в один тон, получив такую акварельную заливку. Но, во-первых, сразу скажу, что это не самый хороший вариант. В общем, если вы попробуете, вы увидите, что это пятно достаточно некрасиво, если можно так сказать. Как правило, будут жесткие такие очертания, которые сложно размыть. И если можно где-то в фонах что-то подобное делать, хотя, на мой взгляд, нежелательно, то вот если мы работаем над цветом тела, над портретом, то в данном случае вообще, мне кажется, не стоит так рисковать, вы просто испортите рисунок. Хотя, действительно, вы можете растворить пигмент таким образом и получить такое пятно цельное, по которому даже впоследствии этими же самыми карандашами можно продолжить рисовать. Хотя, вот высветлить уже не удастся его. То есть, в общем и целом, надо учиться рисовать этими карандашами именно путем наслоения. То есть, начинать со светлых оттенков и постепенно затемнять. Вот видите, что сейчас лицо достаточно светлое. И постепенно, ближе к концу, я его буду затемнять. Да, сразу можно использовать карандаш, скажем, в большую силу, но давить на эти карандаши также не рекомендуется, потому что бумага может пострадать. И из-за огромного количества материала на бумаге просто будет очень сложно укладывать новые штрихи. Наверное, это немножко запутанно звучит, но если вы пробовали рисовать такими карандашами или планируете, то вы представляете пример, о чем я говорю, что чем больше у вас материала, чем больше вы давите на карандаш, тем хуже он ослаивается. На самом деле, ситуация похожа на ситуацию с графитом. Когда у вас очень много графита на бумаге, то постепенно он начинает уже становиться глянцевым, и новые штрихи уже практически не ложатся. В общем-то, ситуация здесь аналогичная. И к тому же можно повредить бумагу. Все-таки давить не стоит. Попробуйте все-таки набирать цвет постепенно, слой за слоем, от светлого, и постепенно нагружать его более темными оттенками. Ну вот вы видите, что сейчас я работаю уже над губами, где-то корректирую цвет лица, добавляю. Вот вы видите, что я работаю над какой-то деталью, и потом постепенно к этой детали подтягиваю цвет и тон остального тела. Это достаточно удобная техника выполнения работы с данным материалом. Поэтому, если у вас есть желание порисовать карандашами, попробуйте сприваться с чего-то более простого. Сразу скажу, что, к сожалению, портрет, наверное, будет сложно сводить с нуля. И если вы хотите рисовать цветными карандашами портрет, наверное, имеет смысл взять пастельные карандаши. Они достаточно легко растушевываются, цвета смешиваются прямо на бумаге. Никаких проблем с этим не возникает. Данные же карандаши также, к сожалению, достаточно сложно стирать. Стирательная резинка, и это, наверное, вторая проблема на пути к освоению материалов. Если вы уже порисовали, поштриховали, то до белого листа будет достаточно сложно стереть материал. В этом случае он похож несколько на сангину. Если вы работаете с сангиной, вы примерно представляете, о чем я говорю. То есть, если вы уже наслоили какое-то количество пигмента, убрать его до белой бумаги будет достаточно сложно. Поэтому лучше рисовать уже безошибочно, наверняка. Вот сейчас я работаю над ухом. Достаточно сложная форма. Там очень много плоскостей, которые постоянно поворачиваются к источнику света или отворачиваются от источника света. Поэтому тон постоянно меняется, и, соответственно, меняется цвет. То есть, те плоскости, которые развернуты к свету, будут чуть холоднее. Те, которые отворачиваются от света, будут слегка теплее. В общем-то, все те принципы, о которых мы постоянно говорим на канале применительно к живописи маслом на холсте, надо использовать и в рисовании. Что касается рисования цветных карандашей, в общем-то, здесь нет каких-то отличий в базовых правилах. Все тот же портрет, та же форма, пространство, конструкция. Поэтому надо учитывать все эти знания, которые у вас уже накоплены. Вот вы видите, что я постепенно движусь к завершению работы. Работу надо было самим. Видите, что сперва я сделал такую подкладку коричневым карандашом и постепенно начинаю добавлять туда немного черного, немного такой охры, где-то добавляю холодных голубоватых оттенков, там, где будут блик идти. Также немного филитоватых. То есть слой за слоем я набираю эту темноту. Да, можно взять сразу черный карандаш и залить это все пятно. Во-первых, это не совсем живописно, на мой взгляд. Все-таки лучше добавить туда оттенков. Во-вторых, опять же повторюсь, что достаточно сложно взять сразу в полную силу какое-то пятно. И если вам понадобится, например, потом в это пятно попробовать вплавить какие-то светлые оттенки, скорее всего, они уже не смешаются. Потому что, повторюсь, лучше идти от светлого к темному, а не от темного к светлому. Ну вот, я уже работаю над шеей постепенно, завершаю работу. Можно подключить фон. На мой взгляд, в этом нет необходимости. Это видео я сделал специально как урок. На самом деле, я не располагаю достаточное количество времени на данном этапе. Поэтому не считаю нужным тратить время на фон. Он нам не даст особенно ничего в данном случае. Если вы хотите, можно сделать фон, подключить его. По большому счету, никаких изменений он нам не даст. В общем-то, задание – это голова, студия головы. Также работа с новым материалом. Поэтому я не считаю нужным тратить время на фон. Вот постепенно я корректирую какие-то мелкие детали. Уже завершаю. Немножко там и здесь вношу какие-то небольшие изменения. Подтягиваю тени. Ну, как видите, немножко усиливаю тональность. Немножко затемняю боковую поверхность головы, шею. В конце достаточно важно. Все-таки помните о том, что цвет лица имеет свою тональность. То есть цвет лица, он очень далек от белого. Вот видите, что у меня сейчас лежит белая бумага. Вы видите, насколько плотнее голова, чем белый цвет. Поэтому все-таки должно быть достаточно много слоев. Цвет, тон должны быть достаточно плотными. Поэтому, в общем-то, ближе к концу можно достаточно смело усиливать тональность. Этими карандашами достаточно сложно пережать тон. Ну, если вы уж не будете совсем сильно давить, тогда пережать тон достаточно сложно. Поэтому можно постепенно наслаивать его, не думая о том, что вы перетемните. Ну, вот я думаю, что сейчас работа почти завершена. Где-то я чуть-чуть добавлю оттенков. Немножко поработаю над деталью. Можно еще продолжать. Опять же, смотря какие у вас цели и задачи. Это такой ознакомительный урок. Я не думаю, что имеет смысл доводить до какого-то гиперреализма. Надеюсь, все-таки вы почерпнули что-то интересное, полезное в данном уроке. Сразу скажу, что мне пришлось сделать эту версию такой ускоренной. К сожалению, я сейчас не располагаю достаточное количество времени работать над видеоуроками. Но, если вам интересна эта тематика, если есть вопросы, я с радостью отвечу и сделаю новое видео, где более внимательно остановлюсь, например, на рисовании какой-то детали. Или могу поговорить именно о работе с этим материалом более внимательно, именно с этими карандашами. Поэтому задавайте свои вопросы, комментируйте, говорите, что вам понятно, что не понятно, что вам понравилось, что не понравилось. Все ваше мнение. Мне будет очень интересно почитать, ознакомиться, ответить на ваши вопросы. И, повторюсь, я могу сделать длительные видео по данному материалу, по данному видеоуроку, поговорить более детально о чем-то, уже, может быть, остановиться на какой-то детали лица. Также хочу сказать вам, что скоро выйдут мои новые уроки. Это и живопись, и новый рисунок, где я буду работать другими цветными карандашами, которые мне прислали на обзор производитель, попросили меня порисовать, и высказать свое мнение. И я с радостью поделюсь вам своим опытом работать с этими материалами. Так что подписывайтесь, будет очень интересно. Делитесь этим видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на мои аккаунты в Facebook и Instagram, заходите на мой сайт. Вот сейчас, ближе к концу, вы можете посмотреть, как выглядит работа законченная. Я надеюсь, что видео было вам интересно, познавательно. Комментируйте, ставьте пальцы вверх, если видео понравилось. Я, как всегда, желаю вам творческих успехов и до скорой встречи.